МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире цифры и факты. Меня зовут Наталья Волынец. 3 июля мы в 23-й раз отметили День независимости нашей страны. Второе название этого праздника – День Республики. Как известно, решение о праздновании Дня независимости нашей страны именно 3 июля, в день освобождения столицы Белоруссии, было принято на республиканском референдуме в 1996 году. Знаменательная дата узаконена декретом президента Республики Беларусь номер один от 11 декабря 1996 года об установлении государственного праздника Дня независимости Республики Беларусь. Беларусь в новейшей истории является единственной из бывших советских республик, чей день не привязан к распаду СССР. В очередную годовщину главного государственного праздника страны мы решили воспроизвести исторические события, определившие независимость белорусского государства в конце прошлого века, и выслушать мнение экспертов с вопросом о том, что именно повлияло на решение белорусов проголосовать за дату 3 июля на референдуме 1996 года. Итак, 27 июля 1990 года Верховным Советом БССР принята декларация о государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики. 17 марта 1991 года высшее руководство еще действующего Советского Союза объявило всесоюзный референдум за сохранение СССР. 82,7% проголосовавших в Белорусской Советской Социалистической Республике высказались за сохранение Союза. Результаты этого референдума не были обязательными к исполнению. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР принял решение о придании декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона. Де-факто это означало провозглашение независимости Республики и день 27 июля был объявлен государственным праздником. В 1994 году состоялись первые президентские выборы. Внутренняя и внешняя политика Беларуси, как президентской республики, потребовали нового взгляда на государственные символы. В 1991 году в качестве компромиссной даты был предложен день 27 июля. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете БССР. Декларация, которая после августовских событий 1991 года приобрела статус конституционного закона теперь уже Республики Беларусь. В 1992 году действительно имела место быть попытка отпраздновать день 27 июля как день независимости Беларуси с таким же размахом, как отмечался день 3 июля в Беларуси Советской. Однако по большому счету общество восприняло это как игры властей и не более того. Массовых народных гуляний и массовой народной поддержки этому дню так и не было получено. Если мы возьмем первый вариант даты 27 июля, который был у нас связан в первую очередь с декларацией о государственном суверенитете, провозглашенной Верховным Советом еще тогда Белорусской Советской Социалистической Республики в 1990 году, то эта дата, если ее брать за отчет, то эта дата скорее такого деструктивного характера, потому что для большинства белорусского общества она связывается с моментом распада Советского Союза. 3 июля 1944 года. Это день освобождения столицы Советской Беларуси, города Минска, от фашистской оккупации. Начиная с этого времени, эта дата стала священной для нескольких поколений белорусов. Что касается 3 июля 1944 года, этот день праздничным стал тогда же, в 1944 году, и впервые на республиканском уровне, как государственный праздник был отпразднован в следующем, 1945 году. Так вот он своего рода, если так можно сказать, перехватил эстафету у того межвоенного государственного праздника. И по большому счету, действительно, 3 июля этот день отмечался в БССР, начиная с 1945 года, каждый день, каждый год, ежегодно, в отличие от 1 января. Итак, корни этой даты уходят в историю. Но вместе с тем, в период становления государственного суверенитета она получила принципиально новое звучание. 3 июля – это дата, которая отличает белорусов от всех народов Восточной Европы тем, что здесь сделана сознательная попытка символизировать через эту дату ту идентичность, которая предразумевает преемственность ко всему позитивному, что было в времена Советского Союза. Эта дата показывает, что у нас нет разрыва поколений, нет отказа от своей истории, ну, по крайней мере, советского периода, по крайней мере, послевоенного. Народ, который празднует свою независимость в этот день, не получил эту независимость как дар небес. Народ реализовал свое право жить в независимом государстве. И это независимое государство ему никто не подарил. Временем прошло апробацию становления этого праздника. То есть фактически 25 почти лет, да, мы празднуем его. И в данном случае, можно говорить, что он состоялся. Он приобретает все больше и больше масштабы. Вот с точки зрения государственной это тоже, наверное, хорошо. То есть он превращается именно в такой мощный символ, который вокруг себя собирает определенную энергетику, политическую энергетику, да, и который уже сегодня предстает в качестве вот такого самостоятельного знакового события нашей культуры, истории. Я бы сравнил это, как появляется жемчужина. Вначале маленькая песчинка случайно затесалась в раковину, а потом обрастает все новыми-новыми-новыми слоями перламутра. В конце появляется некое законченное произведение природы, шедевр фактически, да, который мы готовы поставить там на видное место, повесить на шею, вделать в кольцо и показать, что вот, посмотрите, какая природная красота. Но ведь она тоже создавалась очень долго, естественным образом каким-то росла. Вот так же я думаю, что история любого государства, особенно государства молодые, которые образовались и в том числе на постсоветском пространстве, и наша страна здесь в первую очередь. С праздником вас! С Днем Независимости! Это были «Цифры и факты». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова